Леща Леща относят к тем рыбам, которые всегда являются желанным трофеем. На него рыбачат весной, летом и, конечно же, осенью. Привлекает он внимание, несомненно, своими размерами. В основном попадаются трофеи до 45 см, но иногда вылавливают гигантов. Ловля леща в сентябре доставляет истинное удовольствие. В этом месяце еще достаточно тепло и рыба исправно клюет. Это последняя неделя года, когда можно побаловать себя бойкими подергиваниями поплавков и звоном бубенцов фидера. Сентябрь – один из любимых месяцев у рыбаков. В это время можно с успехом половить как хищную, так и мирную рыбу. Все дело в снижении температуры воды и повышении в ней количества растворенного кислорода. Это становится причиной запуска механизма насыщения и нагуливания подкожного жира у подводных обитателей. Ловля леща в сентябре тоже отмечается возрастанием числа поклевок по сравнению с летними месяцами. Снижение температуры воды в первый месяц хоть и началось, но оно еще не столь кардинальное, как в октябре. Поэтому рыбачить можно как на летние растительные насадки, так и на богатые протеином животные приманки. Место обитания леща в осенний период – лещ рыба донная. Он держится на глубине, возле ям. Предпочитает он и листы одно. Традиционные места обитания лещей – это крупные реки и озера. Искать его нужно на определенных участках. Например, он никогда не встречается в местах, где дно заволакивает тина. Лещ в конце августа и в первой декаде сентября начинает мигрировать к зимовальным ямам. Они должны быть большими и находиться примерно на глубине не меньше 5 метров. Поэтому часто ловля леща в сентябре затруднительно без плавсредства. Мест, где держится лещ, с берега порою не достанешь. А вот на лодке можно подобраться к границам ям. Часто леща ловят на кольцо. Это интересный способ, который не требует особых навыков. Здесь несомненным плюсом является возможность хорошо прикормить рыбу, а значит удерживать ее возле крючков с приманкой. Такая ловля леща в сентябре с лодки дает самые хорошие трофеи. Клев рыбы во многом зависит от капризов природы. Очень хорошие бойкие поклевки отмечаются в солнечные безветренные дни. Лещ исправно берет наживку утром и вечером. Ситуация меняется с переменой погоды. В пасмурные дни с небольшими порывами ветра лучше ловить леща днем, но только на участках водоема, где не наблюдается больших волн. Нужно помнить, что лещовые стаи отличаются большими размерами, следовательно, инертностью. Поэтому лов этой рыбы на одном участке речки может отличаться хорошим клевом на протяжении нескольких недель. Осеннее солнце не так жарит и нагревает воду, как это было летом, поэтому рыбалка на леща становится более растянутой по времени. Теперь на хороший клев можно рассчитывать не только на зорьках, но и в течение всего светового дня. В начале сентября, когда еще достаточно тепло, неплохо можно порыбачить и ночью, в особенности в первые пару часов после заката, когда лещи поднимаются ближе к берегу на кормежку. В этом случае нужно с вечера засветло оборудовать место и организовать закорм ночной точки ловли. Снасти на леща. Ловлю леща в сентябре можно осуществлять различными снастями. Выбор конкретной удочки зависит от предпочтения рыболова и места его расположения – на берегу или в лодке. Находясь на берегу, можно воспользоваться различными поплавочными и донными снастями. Маховая удочка хоть и редко, но применяется в лещевой рыбалке. В основном ее используют на малых речках, небольших прудах или при ужении сплавательного средства. Болонскую и мачевые снасти применяют при ловле на удалении от берега. Штекер удобен в использовании на каналах или средних реках, где бровка подходит близко к берегу. Резинка применяется как в стоячих водоемах, так и на течении. Особенно целесообразно ее применение в местах, где на берегу невозможно применить снасть с удилищем вследствие его зарастания кустами или тростником. С лодки в сентябре продолжают рыбачить как на старинный подпуск, так и популярную сегодня кольцовку. Самой же популярной рыбалкой на леща считается лобля на донку, в особенности на ее самую современную редакцию – фидер. Оснастка на леща должна быть изящной, но прочной. Опытные рыболовы оснащают удилище основной монофильной леськой 0,30 мм или плетенкой толщиной в 0,12-0,14. В качестве поводков используется монофил 0,14-0,18 мм. Насадка для сентябрьского леща может быть различной, но, как правило, ловит на приманке животного происхождения. Опарыш, червя, мотыля. Но не стоит завывать и про растительные – кукуруза, перловка, горох, манная болтушка, мастырку. Лещ хоть и не особо капризен, но экспериментировать для лучшего клева приходится. Так хорошо выручит комбинирование наживок – червь с опарышем, опарыш с мотылем, опарыш с кукурузой и масса других. Использование мини-бойлов. Лещовые бойлы разнообразны по ароматам. Надо пробовать комбинировать с животными насадками. Пробуйте ароматизаторы, дипы и другое. Добавляйте в кормушку или на приманку. Ловля леща в сентябре невозможна без хорошего прикорма. Ее применение обязательно. Лещ – рыба активная. Он любит постоянно перемещаться по водоему в поисках пищи. Самый простой способ собрать вокруг крючка с наживкой лещей – это сделать хороший прикорм. При этом его нужно повторять через определенные промежутки времени, если рыбалка ведется на поплавочную удочку. При фидерной ловле необходимость в этом исчезает. Техника прикорма. Опытные рыбаки говорят, рыбу надо привоживать, особенно лещика прикормом несколько дней. И тогда классная рыбалка обеспечена. Может сработать и так, что рыбак прикармливает несколько мест на расстоянии примерно 50 метров. Устанавливает удилища примерно спустя час. Обычно поклевки случаются сразу же. Если так и произошло, можно еще раз прикормить рыбу. Главное при этом – избежать перекорма. После хорошего обеда никакой лещ не захочет даже опарыш на крючке, каким бы аппетитным он ни показался. По консистенции прикормка должна быть мелкофракционной, чтобы лещ не насытился полностью. В сентябре прикорм леща отличается от более прохладного периода тем, что эта рыба любит полакомиться протеиновой пищей больше, чем растительной и ароматизированной. Поэтому количество трактантов сведите к минимуму. Самое главное правило прикорма леща – добавят в прикормку тот же самый протеиновый ингредиент, который будет насажен на крючок. Но этого правила придерживаются немногие рыболовы. Считаем, что если добавят мотыля в прикормку, то вам обеспечена беспокойная рыбалка с кучей мелкой рыбешки, которая, по сути, только отпугнет крупного леща. Что ж, в этом деле нужна сноровка и эксперименты. Очень хорошо добавят в прикорм кукурузу. Летом-осенью лещ еще активно реагирует на яркий цвет, да и вкус ему нравится. При рыбалке с использованием лодки прикормливание проводится в обязательном порядке. Здесь рекомендовано использовать большие кормушки, набитые питательной смесью. Подобные изделия необходимо устанавливать выше по течению. В осеннее время в базовый состав прикормки нужно вводить компоненты животного происхождения – это мелко нарезанный червь или мотыль. Особенность лещовой рыбалки осенью. Активность леща в сентябре повышается, но вместе с этим возрастает и его осторожность. Поэтому перед началом рыбалки следует делать больший стартовый закорм, а при ловле использовать мелкие добавочные порции. Также осторожность леща вынуждает рыболова в некоторых случаях сменить точку ловли. Поэтому перед рыбалкой желательно найти две или три перспективных локации. В этом случае при начинающейся снижаться активности можно закормить альтернативное место, в дальнейшем начав уже не там. Крупная рыба, каковой является матерый лещ, может оказать серьезное сопротивление, поэтому на рыбалке обязателен подсак, который поможет справиться с упорным трофеем. Лещ на фидер в сентябре. Фидер особый вид рыбной ловли, отличающийся организацией рабочего места, выбираем место. Подготавливаем комфортную зону для рыбалки. Кусты и деревья, выросшие сзади, могут приносить затруднения при забросе фидера. Но, как говорится, рыба держится не там, где рыбаку удобно, так что делайте правильный выбор. Готовим прикормку. Покупные смеси должны настояться минимум 10 минут. После подготовки и раскладки снаряжения, промеряем дно маркерным грузилом или эхолотом. Клипсуемся и проводим первичный закорм, состоящий из 50 кормушек. Каждые 3-5 минут производим перезабросы. При поклевке лещ медленно поднимается, а затем идет в сторону. Подсекать в этот момент надо быстро, но не резко, ведь губы у леща слабые, их можно оборвать при резком взмахе удилища. Как было уже сказано, в сентябре можно поймать довольно большого леща, поэтому при вываживании целесообразно применять подсак. Да, кстати, теперь я добавил ссылочку по двери всеми любимого магазина, Декатлон. Тут и товары для рыбалки и все для путешествий. Короче, зацените. Ну и естественно ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины тоже есть. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok